Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас мы встречаемся со вторым бойцом, но это уже боец коллектива Лития Рейд. Как раз-таки замена Джасли. Михаил, скажи, каково вообще состояние команды, как ребята себя чувствуют? Ну, состояние команды такое взбудоражное, так сказать. Очень сложно было в течение пяти дней, когда я влился в команду в понедельник, пришел. Играли каждый день праки, пытались придумывать. Ну, в общем-то, я заменял игрока с уашками, как бы я сам играю с уашками. И на его позиции, в основном, отыгрывал. Как бы, ну, особых трудов и, как бы, в команде заминок перед своим приходом не случилось. Но ожидали, конечно, что, как бы, The Nation будет тяжело и, скорее всего, там отдадим. Но все равно настраивались только на победу, как бы, как на последний матч в жизни. Ну, а вообще, вот, команда по моральной составляющей много нервов вы испытывали или спокойно как-то чувствовали себя? Ну, на самом деле, играли спокойно. Нервов ни у кого не было, как бы игроки все опытные. Вот. Особо, как бы, ничего, никакого волнения не было. Играли, как играли на параках. Окей, вот твое личное состояние во время матча, как себя чувствовал? Нормально, как в своей тарелке, так скажем, или немного выбивался из колеи? Ну, первые раунды на люксе я немного не чувствовал, как бы, игры. Вот. А потом, как бы, по накатанной, как бы, разошелся. Вот. И, ну, в конечном итоге люкс мы слили в салат. А на ВВГ уже, как бы, было, да. Ну, ВВГ у вас сильная карта. Что скажешь своим болельщикам, болельщикам твоей команды? Может, какие-то пожелания? Ну, я видел, фанбейтики кидали в основном за The Nation. Но были, как бы, некоторые люди, которые за нас кидали. В общем, спасибо тем, кто болел за нас. Вот. Спасибо, кто поддерживал. Вот. Отлично. Ну, что ж, дорогие друзья, боец коллектива Литерейт. Ребята сейчас будут уже готовиться к следующему матчу. Мы с вами будем выходить на небольшую музыкальную паузу. И как только наши команды будут готовы, мы сразу же к вам вернемся. Не скучайте, дорогие друзья.